сейчас посмотрим как создавать нового пользователя. Нового пользователя в системе можно создать с помощью команды usertad. Только вместе конечно же. Мы создали пользователя. Как посмотреть, что он создан? Например, у нас есть файл, в котором содержится вся информация о всех пользователях. Находится он в директоре акции и называется он passvd. И мы видим, что в последней строке у нас появился наш пользователь. Теперь нам нужно задать ему пароль. Команда passvd. И имя пользователя. Отлично, пароль задан. Теперь нам нужно предоставить ему доступ к привилегиям суперпользователя. В данном случае будем использовать утилитую суду, которая по умолчанию не установлена. Ее надо ставить. Здесь она уже установлена. У нас есть быстрая команда для доступа к настройкам судо. Называется мы visudo. И мы сразу открываем конфигурационный файл судо. Как мы можем предоставить доступ к судо пользователю? Мы можем вписать его прямо в файл sudoers по аналогии с этой, что предоставит, допустим, все права. У нас уже есть права для рута. Можем взять и вписать. Но возможно это не очень хороший вариант. Есть более универсальный. У нас здесь разрешен доступ ко всему для членов группы суда. И управлять группами все-таки несколько удобнее, чем отдельными пользователями. Поэтому здесь мы ничего менять не будем. И добавим пользователя в группу. Здесь команда user node. Группа сюда. Можно посмотреть, в каких группах состоит пользователь, например, с помощью команды groups. И видно, что он состоит в двух группах. В группе с таким же именем, как имя пользователя и в группе su. Есть еще одна команда su, с помощью которой можно стать либо суперпользователем, либо другим пользователем. Мы ставили этим пользователем. Опять же видно из приглашения командные строки. И сделаем суда минус, там, пай. Нас просят пароль. И вот мы смогли спокойно воспользоваться утилитой суда. Чтобы создать пользователя с доступом к правам суперпользователя, нужно создать пользователя и в Debian добавить пользователя в группу su. Debian или Ubuntu. В CentOS группа отличается. И группа называется Will. В CentOS RedHut. Группа называется не su, а Will. И нам нужно добавлять пользователя в группу Will. Как нам посмотреть, какие пользователи подключены к системе? Команда W. В данном случае один пользователь подключен. Но если их несколько, то можно сразу узнать информацию о всех подключенных пользователях. Это удобно, если вам, допустим, нужно перезагрузить сервер и вам нужно убедиться, что к нему никто не подключен. Узнать, кто подключен, попросить их отключиться. Или на крайняк мы можем просто скелять эти подключения. Вот у нас есть консолька с определено-новленным идентификатором. Попробуем самого себя убить. Вот я вылетел на серию. Как удалить пользователя? Есть команда UserDo. Если не использовать никаких параметров, она удалит просто пользователя из системы. Файлы пользователя останутся. Если нам нужно удалить вообще все пользователи, то параметры минус R. То есть он пытается удалить файл с почтовыми сообщениями и домашнюю директорию. Как создать группу? По аналогии с пользователем. Также мы можем задать группе пароль так же, как и пользователю. Команда gpsvd. Зачем это может понадобиться? Мы можем переключать текущую группу. То есть сейчас у меня используется группа root. А если я хочу сделать так, что я сейчас в другой группе. Команда newgrp. Ну видимо root это не требуется. По идее у пользователя будет запрошен пароль. Нужно знать пароли от группы, чтобы сменить группу. То есть видно, что сейчас я в другой группе. Ну и команду id вы уже видели. Получить информацию обо всех группах более детально. То есть с идентификаторами. С עременно. Вы уже видите. Теперь я хочу сказать, что хороший. Вы видите, что должно быть на среднем. Я дhesトミー был таксильный объем. Я меня не знаю. Я его не знаю. Я ветер в семье. Я беру тебе таксильный объем. Я говорю.